Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие! Вас приветствует Алена Ариес. И сейчас я вам расскажу, что же принесет вам суббота. Так, смотрим. А суббота принесет вам, девочки, либо возвращение каких-то ситуаций из прошлого, либо человека из прошлого. Ну, давайте смотреть подробнее, что за ситуация или человек. Ситуация, к которой вы приложили немало усилий. В прошлом. И, видимо, эта ситуация была в прошлом не решена. Да, ситуация, скорее всего, с деньгами, с недвижимостью, может быть, с наследством. И сейчас эта ситуация вернется. И вернется она таким счастливым разрешением. То есть, сейчас разрешится очень счастлива эта ситуация. То есть, в данном случае вернется именно конкретная ситуация. Может, да, может, только для кого-то вернется ситуация. Вот интересно, эта ситуация решится, и вы куда-то поедете. Такое ощущение, что... Или переедете. И от этой ситуации зависит, что... То ли ваша поездка, то ли ваш отъезд, переезд из-за этой ситуации. Да. Человек тоже появится, но не из прошлого. Это либо ваш мужчина. Сейчас дам описание. Либо для кого-то может быть новое знакомство. Но, скорее всего, где-то в поездке. Мужчина-шатен с голубыми или зелеными глазами. Такой обаятельный, очаровательный, добрый, щедрый, веселый. По возрасту ровесник или постарше вас? Так. Что тут еще? Какие-то неожиданные приятные встречи с людьми из прошлого будут еще у вас. Но не с этим мужчиной. Тут тоже может быть и мужчина, и женщина. То есть какие-то приятные встречи. Ну да, с бывшим еще будет. Но самое интересное, знаете, вроде бы с бывшим, но встреча приятная. Для кого-то проиграется как неожиданное возвращение бывшего мужчины. Потому что здесь действительно неожиданность будет для вас. Это может быть бывший муж, мужчина, с которым были длительные отношения. Но встреча будет очень приятной для вас, по крайней мере. Так. А, может быть еще с родственниками встречи, с которыми давно не виделись. Ну тоже неожиданно как-то. Вот. Это где-то после обеда. Но опять-таки встречи здесь может быть с родственниками. Например, неожиданно позвонит вам кто-то, с кем вы давно не общались. Кто-то из родственников, а может быть из друзей или подруг. Ну знаете, тоже так бывает, что... Ну у меня, по крайней мере, бывает, что долго не общаемся. А потом созваниваемся и болтаем до утра. А вот. Так. Переживать будете их, несмотря на то, что встреча приятная. Забывшего мужчины будете переживать. Почему-то. Ну, видимо, он хочет возвращения, судя по всему. А вы, видимо, к этому возвращению, может быть, и не готовы. В общем-то. Так. Ну, как ты говоришь, что все в ваших руках. То есть, если хотите, чтобы мужчина вернулся, то вернется. Хотя сама встреча, она будет очень приятная. Но именно, знаете, именно вопрос того, что вот он уже возвращается. Видимо, все-таки много вам еще надо выяснить в отношениях, прежде чем... Прежде чем... Вообще с мужчиной мириться. Да. Для записи на личную консультацию пишите на вайбер, ватсап, телеграм. По этому номеру присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Ссылочка на него есть внизу в описании. Там я провожу прямые трансляции. И... Станьте тарологом мгновенно. С моей большой книгой Таро. Вы будете знать, что вас ждет сегодня, завтра, через месяц, через год. Просто задаете вопрос, что меня ждет через месяц. Открываете книгу, читаете ответ. Ссылочка на книгу есть внизу в описании и в моем первом комментарии. Ну, а теперь карта совета. Как вы уже догадались, богиня Хатар. Восприимчивость. Разрешая себе получать, вы усилите интуицию, энергию, способность давать другим. Это вот как раз про бывшего. Разрешите себе получать его признание, его там еще что-то. Не надо ему в ответ высказывать там, а вот ты мне там то сделал, а ты мне там это сделал и так далее и тому подобное. То есть, а ты там меня тем обидел. Не надо. Разрешите себе просто получить его внимание, его признание. Понимаете, умение слушать другого человека, не знаю, будто бывший или вот новый мужчина, да, потому что тут идет как бы и новое знакомство, и может быть признание тоже. Умение слушать проявите. Потому что, да, действительно, умение слушать, вот, ну, бывший там и то скажет, и это скажет, если вы будете просто его слушать и молчать, да, не будете высказывать ему в ответ, не будете цепляться к его словам, не будете в ответ на его, может быть, даже какие-то претензии сказать, что ты тоже виновата, да, там, в ответ лить какие-то свои признания. И претензии, да, и обиды. А просто будете выслушивать его, причем с пониманием, да, то есть на лице у вас хотя бы должно быть понимание, а не злость или ехидство, вот, то, скорее всего, и примирение пройдет у вас более мягко, особенно если вы хотите, чтобы мужчина вернулся, да, даже если и не хотите. Ведь приятно же будет, если у мужчины после разговора с вами он будет думать, какую женщину я потеряла, правда же? Поэтому вот мудрость очень простая, но очень значимая. Просто попробуйте вот один день, да, как раз в субботу, попробуйте других людей просто слушать. И, ну, если вы будете вообще молчать, да, то это как бы тоже не очень красиво. Задавайте вопросы людям как раз по теме того, что они рассказывают, да, то есть проявите участие, проявите эмпатию. И вы посмотрите, как меняется мнение людей о вас. С вами была Алена Ариес. Всего вам наилучшего. Пока-пока. До новых встреч в новых видео.